Вам интересно, как бы Минато в одиночку расправился с Акацки? Ну так давайте же тогда это выясним сегодня. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Наруто, Саски, а также Хошираму мы уже столкнулись с нашумевшей организацией Акацки. Настало время и Минато. Блин, достали уже соседей со своим ремонтом. Как же кстати пришла моя новая видяха. Самое время её протестировать. RTX 3060 Ti. Теперь я могу использовать Nvidia Broadcast и его мощное шумоподавление. Чтобы записывать чистый голос, даже когда мой сосед сверлит стену. Потому что нейросети RTX уберут лишний шум. Со временем программа адаптируется под ваш голос и будет работать всё лучше и лучше. Для примера сейчас мой друг будет разговаривать на заднем фоне. А ещё мы одновременно включим и телевизор. Так, давайте я начну разговаривать. Вы ничего не слышите оттуда, да? И всё это благодаря Nvidia Broadcast. Шумодав можно включить и на входящий звук, чтобы убрать шумы с голоса друзей или же тиммейта в игре. Слов нет, насколько эта видеокарта поможет мне с монтажом. Всё буквально таки летает, потому что карта ускоряет весь софт монтажа. Не говоря уже про космический FPS. Для игр это услада для глаз. FPS стал значительно выше. А программа Nvidia Broadcast для видеокарт RTX, пожалуй, лучшая по работе с камерой и микрофоном. Например, вы можете включить автокадрирование камеры. Это значит, что камера будет следовать за вашей головой, чтобы вы всегда были в кадре. Также вы можете размыть или же заменить задний фон. Ну или вовсе убрать его. И всё это без использования гринскрина. И чуть не забыл про Nvidia Nveng. Аппаратный кодировщик, благодаря которому вы можете стремить с минимальной нагрузкой на систему и в лучшем качестве. На сегодняшний день видеокарты RTX уже являются стандартом для гейминга и стриминга. В общем, суммируя скажу, что Nvidia Broadcast творит чудеса. Программа бесплатна и доступна для всех, кто владеет видеокартами с приставкой RTX. Ссылка в описании. А теперь давайте быстренько приступим. Я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Самый обычный день в Канохе, во времена правления третьего Хакаги. А Минато вот-вот должен стать следующим Хакаги. Он тренируется и заодно изучает тайные техники клана Узумаки. Их техники в основном связаны с разными печатями. И вот Минато, обучаясь очередной технике печати, случайно выполняет ее чуть иначе. И перед ним открывается портал, который мгновенно засасывает его, будто бы в другое измерение. Минато не понимает, что происходит и осматривает местность. На вид самая обычная земля. Он также ощущает всю ту же чакру и атмосферу. Но никак не может понять, в какой местности он находится. Немного пройдясь и осматривая территорию, он замечает небольшую гору, вход в которую закрыт печатью защиты извне. Так как Минато очень много изучал самые различные печати, он с легкостью определил вид этой печати и как она работает. И конечно же он знал, как обойти защиту. А в это же время внутри этой горы находилось собрание Акадски. Они обсуждали поимку однохвостого Шукаку, который находился в тот момент в Гааре. Зайцу говорит. Я обнаружил снаружи человека. Судя по его повязке, он шиноби деревни Листа. И потому что я видел, он собирается проникнуть внутрь. Пэн ему отвечает. Что за шиноби? У него есть какие-то особые приметы. Представляет ли он для нас какую-то угрозу или нам лучше проигнорировать его? Давайте я его просто на клочья порву и все с этим. В чем проблема-то? Не могу сказать точно, но по всем приметам он похож на желтую молнию Канохи. Ты что, уже бредишь там, тупая травинка? Какая желтая молния Канохи? Четвертый Хакаги погиб уже давно. Поэтому я и не стал делать поспешных выводов. Итачи думает про себя. Неужели это Наруто пожаловал? Пока они вели эту дискуссию, камень, преграждающий вход в убежище, просто испарился. И в то же мгновение перед ними появился он. Все вокруг были ошарашены, ведь это и правда был Минато на Микадзе. По крайней мере на вид. Четвертый Хакаги деревни Листа. Что? Правда что ли? Так это действительно четвертый Хакаги? Да хватит вам бред не нести, это по-любому какой-то трюк шиноби. Я вам это сейчас докажу, скину с этого самозванца голову. С очень обезбашенным видом Хидан на всей скорости набросился на Минато, размахивая своей косой. Но Минато за мгновение исчез из поля зрения всех Акадзки. Я полагаю, это ты лидер этой организации. Похвально, ты невероятно быстро, однако. Меня в плен взять не получится. Шинра Тенсей. Пэн создает небольшой Шинра Тенсей, чтобы он не задел его союзников, но откинул Минато, нанеся ему урон. Однако, из этой атаки Минато ушел мгновенно. Сомнений быть не может, это четвертый Хакаги. Минато на Микадзе, по прозвищу Желтая Молния Канохи. Минато смотрит на Итачи и очень быстро начинает понимать, что тут происходит. Проанализировав все и расставив все по местам, он понял, кто перед ним стоит и что он попал не в другое измерение, а просто в прошлое. Судя по твоей повязке, ты тоже из деревни Листа. Хотя даже без нее я бы определил это, так как ты выходец из клана Учиха. Однако, рассмотрев всех вас и в частности символы на повязках, а то есть зачеркнутые символы ваших деревень, можно предположить, что вы отступники своих земель. А учитывая, что двое из вас просто так напали на меня, мои слова становятся более правдоподобными. И раз ты, Учиха, назвал меня четвертым Хакаги, хоть я им пока что и не стал, выходит, что я попал в будущее каким-то чудесным образом. Его аналитические способности, а также невероятная скорость перемещения. Даже без твоего подтверждения Итачи, сразу видно, что это несомненно желтая молния Канохи. Я очень рад, что вы все меня тут знаете и с почетом произносите мое имя, однако кажется мне отпускать меня вы не собираетесь и битвы нам не избежать. Ты чертовски прав, ублюдок. С этими словами Хидан нападает первым на Минато, но за долю секунды оказывается прижатым ногой к земле головой, и его косой Минато телепортирует куда подальше. Хидан ашарашен этой скоростью вновь, но не успевает он стать как Минато большим рассенганом, полностью впечатывает его в землю сама все кости ребер. В этот момент его со спины атакует Какузу, но Минато топошится за его спину и протыкает его сердце, после чего Какузу падает. Хотелось бы избежать битвы, но таких опасных врагов оставлять в живых тоже не хочется, так что вы уж меня простите. После этих слов, как только Минато поворачивается спиной к Какузу и Хидану, они оба атакуют его сзади, а Пен в это время притягивает его спиной к себе, чтобы он не смог увернуться. И они лишают его обеих рук, чтобы он не смог использовать технику перемещения. Но Минато не так-то прост. Правильно, молодцы, лишили меня рук, чтобы я не мог перемещаться. Но и без этого вы уступаете мне в скорости. Но спасибо, что дали понять о вашем бессмертии. Минато в рукопашку, а то есть именно ногами раскидывает обоих и топошится кунаю, берет его зубами и телепортнувшись обратно к ним, кидает в шею Хидана его. И ногой швыряет его так сильно, что голова Хидана отлетает. Но как ты можешь перемещаться без рук, ублюдок? Что вообще происходит? Да ты даже без головы можешь оставаться живым. Опасный ты тип, однако. Но двигаться ты уже не сможешь. Да и кто вам сказал, что мне нужны руки для перемещения? А теперь твоя очередь. Как Узо, верно? Тут его со спины атакует Кисамы. Кисамы. Минато успевает блокнуть кунаем во рту, а удар Какузу он блокирует ударом ноги, откинув его назад. Но все разом атакуют Минато и наносят атаки со всех сторон. Кисамы говорит. Каким бы сильным ты не был, но без рук противостоять кучке профессиональных убийц ты не сможешь. Да и ты уже заметил, наверное, что мой меч высасывает твою чакру. Минато истекает кровью и кашляет. Но за одно мгновение Кисамы лишается головы, а Какузу впечатывается в землю гигантским рассенганом, напрочь уничтожающим все его сердца. Все в шоке от происходящего. Вы, кажется, меня немного недооценили, ребята. Минато появляется с обеими руками и вдобавок еще и с Сен-Чакрой. Ну, давайте теперь уж повеселимся на славу. Хотя для вас эта песенка уже спета. Это был клон, значит. Хотя этого стоило ожидать, когда ты так легко дал лишить себя рук. Минато создает трех клонов и каждый мгновенно оказывается за спиной Итачи, Сосори и Дайдары. И они атакуют их гигантскими рассенганами, наполненными Сен-Чакрой. Дайдара вырубается на месте, не успев очухаться. Сосори даже внутри куклы пострадал серьезно, а Итачи защищается с помощью Сусана. Пока происходит этот кипиш, сам Минато атакует якобы лидера Пейна, который снова использует Шинра Тенсей. Однако, в прошлый раз Минато успел поставить печать ему на спину, и на этот раз это не сработает. Поэтому тпшится он прямо за спиной, обойдя Шинра Тенсей, и ставит на нем еще одну запечатывающую печать. Так как уже понял, что это тело просто кукла, управляемая издали. А эта печать блокирует любую чакру, поступающую извне. И тем самым Нагата потерял контроль над телом Яхика. И призвать другие туда он тоже не может. Остались только Итачи и Минато. Минато хвалит Итачи. Я вижу, ты побыстрее будешь своих соратников. В это мгновение появляется Обита, который шокирован тем, что происходит. Зайдсу доложил ему обстановку, и они вместе прибыли сюда. Обита не понимает, что тут делает его учитель, но понимает, что дела их плохи. Сразу видно, что перед нами настоящая желтая молния Канохи. Ведь только он смог бы в одиночку раскидать всех моих подчиненных. Так лидером был не он? Минато задумался, что ему очень знакома чакра этого типа в маске. Но она с чем-то скрещена, будто. Минато мгновенно появляется со спины Обита и атакует его маску. Тем самым разбивает ее. Тоби ошарашен. Какого черта? Как? Не знаю почему, но на тебе есть моя метка, и это же ты, Обита. Почему же ты так низко пал? Что происходит? Минато очень разочарован, но в этот момент на теле Минато высвечивается какая-то печать, и его куда-то засасывает. Итачи спрашивает Обита. Это ты сделал? А тот ему отвечает. Нет, кажется он вернулся в свое время. А на этом, пожалуй, все, ребята. Как вам такой сюжетик? Надеюсь, он вам понравился. Если да, то не поленитесь поставить лайк и подписаться на канал. А также делитесь вашими версиями такого альтернативного сюжета в комментариях. Ну а с вами, как всегда, был Анизора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok